...такой чудесный псалом, «Не пройди, Иисус, меня ты!» Я думаю, что это ваше желание было, чтобы он не прошел. А я знаю, что Божье желание также благословить наши сердца и вас, стоящих и присутствующих на всем месте. Я читаю место Священного Писания, написано Исайя, 57 глава, 15 стих. Это говорит Тот, Который хочет благословить нас. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и в Освятилище, а также в сокрушенном и смиренном духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Братья и сестры, пускай сегодня наше сердце, оно будет сокрушенным, оно будет смиренным, чтобы Бог наполнил нас Своим Словом, чтобы Слово, которое было, будет говориться для нашего назидания, для спасения, чтобы Дух Святой, это Слово, Он преобразил в нашем разуме, в нашем духе, в нашей жизни. И чтобы, выходя из этого служения, мы могли питаться этим Словом, жить этим Словом, и чтобы это Слово руководило нас, да будет имя Господне благословенно, помолимся Ему. О Господь! Аллилуйя, слава Тебе, рабодуши, рабодушка, 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 манебиатушка. Аллилуйя, Господь Боже, Аллилуйя, Вечный! Аллилуйя, Господь Боже, праведный мы ныне, преклонившись, призывая имя Твое Святое, Могучее. А на славу и диму чудно, Господь наш Бог, мы благодарим Тебя, что это час утренний, мы имеем сегодня право прийти сегодня пред престола благодати Твоей, А я знаю, что Ты с высоты своей наблюдаешь за каждым сердцем, Господь. А я знаю, что Ты с высоты своей от престола благодати желаешь благословить наши сердца, нас стоящих на этом месте, нас присутствующих на этом месте, Господь и Бог. И наше желание сегодня получить от Тебя слово, которое бы мы могли питаться, слово жизни, его спасение нашего, благодать Твою, которая бы оживляла наш дух, чтобы нам исполнять Твое слово. О, мы нуждаемся в этом, мы нуждаемся в Твоем присутствии, мы нуждаемся в силе Духа Святого, мы нуждаемся в Тебе, чтобы наше служение, оно было в огне благодати, чтобы, Господи говорящее, слово Твое проповедующее, рассказывающее, поющее, чтобы оно все было едино судяло для славы Твоей, Господь и Дух Твой Святый, дабы объял эту утреннюю жертву хвали и благодарения и предпрестола Твоей, она была благоугодна Тебе, мы нуждаемся в этом. О, Господь, благослови нас, благослови нас, Дух Святой. Алма наш, Табада, Рабада, Штемен, да будет милость Твоя, а мы Тебя сердечно благодарим, вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я в бессмертии иду, наступая на зло. Сред скорбей и страда и дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю святый катастроф, Исчезает весь сердце тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, И я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, И я счастлив, что верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя, Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Не от радости слов, очень мне повезло, Ною найдена мне та дорога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. Пожалуйста, присаживайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как хорошо сейчас хор пропел У нашем с вами месте, куда мы с вами пришли Здесь место свято Здесь дом Божий И мы счастливы с вами, что пришли именно сюда А что, разве можно еще куда-то пойти? Можно, конечно Можно пойти на океан Можно пойти на берег Колумбии можно пойти в ресторан или еще куда-то, а мы с вами пришли в Дом Божий. Слава нашему Господу, что Он дал нам такую возможность, и мы пришли. И вот теперь можно лампочки посчитать, можно знакомых поискать, родственников, отметить что-то в памяти, не забыть сказать после собрания. Или почувствовать сердцем своим, что здесь Дом Божий, здесь врата неба, здесь Господь. Удивительно, я иногда так размышлял, вот приходим мы сюда, и кто-то с неба за нами смотрит, знает всех нас по имени, мысли знает, знает, кто о чем думает, куда смотрит. Ну, и может быть, нам все равно? Ну, знает и знает. Я хотел бы немножечко сказать, что нам-то как раз не все равно, потому что хотелось бы как-то почувствовать, близость к Господню, почувствовать Его дыхание, Его теплоту, и от этого будет зависеть дальнейшая наша жизнь. Будут у нас с вами проблемы или не будут. Чем ближе мы с вами к нашему Господу, тем лучше. Ну, это как предисловие. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали из Евангелия от Луки, 2 глава, 43, 44 и 45 стихи. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь Его. Но думали, что Он идет с другими. И, пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все мы, конечно, уже догадались, знаем эту историю. Но я хочу немножечко так пошире. Вот мне, например, интересно узнать детские годы наших старших братьев. Вот не знаю, какие они были в детстве, какие с ними происходили случаи, переживания, а может быть, с кем-то и ничего. Вот про себя я могу много рассказывать. Мои дети часто слышат и просят, расскажи нам что-нибудь, я им рассказываю. И я думаю, из жизни Иисуса Христа нам тоже должно быть интересно узнать, какой же Он был мальчишкой, как Он себя вел, какие у Него были переживания. И я думаю, лучше, чем Его мама, никто нам бы и не рассказал о Нем. А рассказать было о чем? Я думаю, в первую очередь у Него блестят глаза, и она рассказывает, «Я ангела видела, ко мне приходил и сказал замечательные слова». Я не думаю, что кто-то из нас эти слова слышал. «Благословенно ты между женами, ты обрела благодать у Бога». «Ух ты! Ты обрела благодать у Бога». Я бы с радостью хотел бы услышать. Пришел бы ангел, а вот он почему-то не приходит. А вот к ней пришел. Мальчишке уже 12 лет. И я так думаю, в первый раз в таком возрасте он пойдет с родителями в Иерусалим. Ну, родители каждый год ходили, а вот он, я не знаю, но не написано. За несколько дней до праздника он уже знал, пойдет в Иерусалим, пойдет в храм, пойдет туда, где его отец, пойдет туда, где проповедуется Слово Божие, читается закон, туда, где священники, где красота, где самое лучшее, что можно увидеть. И он, я думаю, с нетерпением ждал этого момента. И вот родители, думаю, что рано утром, может быть, еще и даже еще раньше, пошли в Иерусалим. Идти нужно было 3 дня или сказать трое суток. Ну, для мальчишки это легко, для взрослых, конечно, сложнее. Пошли. Мы можем с вами представить такую картину. Из Назарета вышли вот эта благочестивая семья, родственники, знакомые, соседи, дорога одна в Иерусалим. Идут десятки, может быть, сотни людей разговаривают, поют. И чем ближе к Иерусалиму, тем больше людей. Там уже дороги сходятся со всех концов. Идут люди. Куда идут? В дом Божий. Вы слышите, братья и сестры? В дом Божий идут. Для чего? Чтобы Богу поклониться. Чтобы почувствовать живого Бога. У них, конечно, не так часто это была такая возможность, как у нас с вами. Мы с вами счастливее. А они вот так один раз в год шли. И уже ближе к Иерусалиму там гора Иллионская, там Гефсиманский сад, где-то вот так в стороне Голгофа уже Иерусалим блестит куполами. Идет этот 12-летний мальчишка. Я думаю, он прекрасно знает, по какой он дороге идет. И что это за гора Голгофа справа? И что это за сад Гефсиманский? И что это за храм, который блестит впереди? Пришли. Семь дней праздник. Ну, родители где-то нашли место в каком-то доме. Там закланный агнец. Мальчишке интересно, что за агнец? Какие агнцы? Как они? Белые, темные, коричневые. Конечно, все должны быть особые. Вот я себе представил сразу. Зашел этот мальчишка среди множества этих агнцев и почувствовал себя на одной планочке с ними. Что я тоже когда-то буду такой же, как и вы. Сегодня вас заколют, а через несколько времени меня. И я тоже буду агнцем пасхальным. Ну, это только он один, может быть, в душе, в сердце переживал, смотрел направо, налево. Окончились дни праздника. Ну, так по-нашему родители галочку поставили. Ну, если не родители, то многие подобные, что да, все, праздник отметили, все положенное по закону исполнили, можно идти домой. И пошли. Целый день шли. И после только... А где же? Где же Иисус? Где же мальчишка? Целый день они не вспоминали о Нем. Там было много всяческих разговоров, может быть, уже что-то, проблемы какие-то надо решать на завтра, на послезавтра. А вот то, что Иисуса рядом нет, никто не вспомнил. Братья и сестры, ну, это они, конечно. Ну, можем мы их немножечко так. А вот как мы с вами пришли вот в этот дом Божий, здесь нам хорошо, мы слышим здесь Слово Божие, слышим прекрасное пение, нам здесь, ну, приятно, хорошо быть. А потом пошли домой. Хорошо, если мы взяли Иисуса с собой в наши квартиры, в наши дома. И что он постоянно с нами. А вот давайте хотя бы сегодня и проверим. Придем домой и так оглянемся. Посмотрим, взяли ли мы его с собой. Или он остался здесь, вот здесь, в храме остался. Целый день не вспомнили, что мальчишки рядом нет. Ну, и не секрет, иногда бывает, с нами засуетились, что-то как-то. Ну, хорошо, хоть они пошли его искать. Ну, мы скажем, ну, понятно, родители пошли искать. И куда? Сначала к родственникам, к знакомым, по дороге, дома, не видели, не слышали, может быть, проходил, может быть, как-то чего-то. В Иерусалим пришли и нашли его только на третий день. Ну, мы скажем, ну, нам-то его зачем искать? Да и вообще нам, верующим людям, надо Иисуса искать? Я думаю, надо. Давид в 62-м псалме так говорит. Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я в земле пустой и ссохшей и безводной. Давид, для чего ж ты ищешь Бога, причем от ранней зари? А чтобы видеть силу Твою, чтобы видеть славу Твою, как я видел Тебя во святилище. О, Давид где-то с Богом встречался. Давид ощущал его близость, прикосновение, его руку ему очень понравилось. Очень хорошо быть близко с Богом. Братья и сестры, мы с вами пришли как раз туда, где его можно найти, где можно к нему прикоснуться, где можно ощутить его близость, услышать его голос. Когда мы встанем с вами на колено, давайте скажем ему тихо так, Господи, я хочу увидеть силу Твою, хочу увидеть славу Твою, я не просто сюда пришел. Просто можно куда-то пойти, но в Дом Божий хочется с тобой встретиться. Ни с другом, ни с соседом, ни с родственником, это тоже надо, но главное, здесь Дом Божий. Здесь наш Отец, наш Бог, наша будущность, наша жизнь. И вот такое место, куда мы пришли с вами, Он определил, это Его забота. Для чего я вам напомнил это место, а вот для чего? Чтобы мы с вами не повторили ошибки родителей Иисуса. Какие, скажем мы, они пошли Его искать к друзьям, они пошли искать Его к родственникам, они пошли искать Его еще куда-то и в храм пришли только на третий день. Братья и сестры, когда мы с вами почувствуем, что нету рядом с нами Иисуса, давайте по соседям не ходить, а идти сразу туда, где имя Божие, где Дом Божий. Христос говорит, мне должно быть там, что принадлежит Отцу моему, вот в том. Это на молитве, это за чтением Слова Божия, и это за слышанием Слова Божия, и особенно за горячей молитвой, и там мы Его найдем. Слава нашему Господу, что нам не надо идти три дня и Его искать, на машине, недалеко, вот сюда, прохладно, хорошо, но давайте теперь постараемся Его найти. Давайте встанем на наше колено и помолимся Ему. Аминь. Игорь Негода Продолжение следует... 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 О, Он здесь, О, Он здесь. Хочешь встречи Он с тобой, О, Он здесь. Нежно глаз Его звучит, На Тебя Он говорит, Свет любви Его Святой Ещё горит, Ещё горит. Нежно глаз Его звучит, Для Тебя Он говорит, Свет любви Его Святой Ещё горит. О, Он здесь, О, Он здесь. Хочешь встречи Он с тобой, О, Он здесь. За Тебя страдал Христос, Все грехи Свои понёс, О, приди к Нему скорей, О, Он здесь. За Тебя страдал Христос, Все грехи Твои понёс, О, приди к Нему скорей, О, Он здесь. Пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 Друг, взгляни ты с любовью во взоре, Подкрепи изнемохших в пути, Облегчи горемычному горе, И тебе станет легче идти. Разгони сладкозвучною песней Безысходную скорбь и тоску, Ободри на пути и телесно Нищите помоги путь пройти. Заблудившимся в царстве покоя Укажи безопаснейший путь В непогоду и стужу людскую Делай доброй, друг, что-нибудь. Никто-нибудь, а ты берись за дело И не жалей для Бога сил своих, Взгляни на Ниву, жатва уж поспела И с нетерпением ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою И с радостью в работу уходи, Коль трудности встречаешь пред собою, Но отдых и награда ждет верных впереди. Не что-нибудь, а истину святую Возвышенно и просто возвещай, Закрой глаза на суету земную, Иди и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провиденье, Тебе велит на страже пребывать, И разливай свет правды и спасенья, Гори, как яркий луч, но не сгорай. Слава Богу! О небо, голубое небо, Люблю я, наблюдая Твою красу, Когда в час ранней предрассветы Пробишь на землю Ты свою росу. О небо, голубое небо, Так много скрыто в земле Твоей, За небом вечно и все ново, Там все сокровище души моей. Люблю я утреннее небо, Светлеющий перед рассветом я, Когда в рак ночи разгоняя Восходит солнце полное огня. О небо, голубое небо, Так много скрыто в земле Твоей, За небом вечно и все ново, Там все сокровище души моей. Когда дворец весна седая, Сиянием славы разогнавшим рам, Великой силой обладая, Сказана будет свет и слава. О небо, голубое небо, Так много скрыто в земле Твоей, За небом вечно и все ново, Там все сокровище души моей. С тех пор зовут тебя все небо, Замон тебе такое имя да, Луну и звезды нам объятья, И множеством созвездий увенчат. О небо, голубое небо, Так много скрыто в земле Твоей, За небом вечно и все ново, Там все сокровище души моей. О небо, голубое небо, Так много скрыто в земле Твоей, За небом вечно и все ново, Там все сокровище души моей. Дорогие друзья мои, братья и сестры, Вместе с вами хочу сказать Слава нашему Господу! Там все сокровища наши, В этом мечта наша. И слава Богу за это небо, Где наш Отец Небесный, Который слышит все наши нужды, Наши молитвы, просьбы наши. И перед нами молитва За нужды наших братьев и сестер. Здесь записка «Рент сдается», Дом в Ванкувер Молл я оставлю здесь, И, пожалуйста, кто-то, Если хотите четырехкомнатная квартира, Можете подойти переписать. Ну и такие нужды я прочитаю вкратце, Потому что у нас в гостях Сережа Витюков будет говорить Заключительную проповедь. Я прочитаю нужды, и мы помолимся. Пусть Господь благословит нас. Поблагодарите вместе с нами Господа, Что Он устроил поездку на appointment В госпиталь в город Нью-Йорк С уважением родителя. Меньков Андрей находится в госпитале. Его семья просит, Чтобы помолились за его здоровье. Андрей чувствует себя очень плохо, Он слабый. Ему 52 года. Помолимся за него. Пусть Бог благословит, конечно. У меня во вторник будет сдача на гражданство. Помолитесь, брат Анатолий. За сына, чтобы Бог помог ему Освободиться от алкогольной зависимости. У меня, за меня, чтобы Господь исцелил головные боли, Головокружение, Антонина. За брата Сережу из Белоруссии. У них родился восьмой ребенок. Он сам не видит потерянное зрение. Да, печальное, конечно. За сына в зависимости алкогольный пусть Господь Вразумит и освободит. Нашей мамочке сегодня день рождения. Благословите. Сегодня будет возможность мамочке этой выйти. Здесь не написано, кто это мамочка и кто дети пишут. То есть возможность сегодня у всех выйти. Сюда получить благословение. За мою сестру ей скоро будет 90 лет. Ее ударил инфаркт. Она просит милости у Господа. Поддержите ее в молитве сестра. За покаяние внуков, чтобы Господь спас души, Открыв разумение, обратил на истинный путь бабушка. За мою маму ей предстоит операция. Дети тоже. Кто мама? Нету ни имени. За старенькую маму. Очень болеет. Стала славой. Пусть Господь благословит и приготовит ее. Я думаю, у нас у многих есть мамы, папы старенькие, слабенькие. Мы должны всегда молиться. Ну и, конечно, еще одна записка. Это за дождь. Потому что мы знаем бедствие, которое сегодня захватило Калифорнию. И сегодня и здесь, уже и в Орегоне, где так много всегда было дождей. Тоже реки пустеют. То и об этом мы скажем Господу. И перед нашей молитвой, да, конечно, я хочу сказать за моего внука Ездра, который уже две недели в госпитале, никаких нет изменений, то тоже скажите Господу в молитве об этом. И перед молитвой я прочитаю со второй главы слова, где Даниил говорит такие слова. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века до века, ибо у него мудрость и сила». Мы знаем такой христианский гимн или псалом, где поется «Жизнь задает задачи сложные. Попробуй каждую реши». И действительно, хотя задачи эти сложные, мы встречаем в жизни нашей, но слава Богу, что у нас есть эти небеса, где все сокровище наше. Где есть Бог, который слышит нас, видит нас, и Он заботится о нас. Бог, у которого сила и мудрость, за что слава Ему. И поэтому нам иногда непонятно, что происходит, почему происходит. И нам иногда хочется, чтобы как-то по-другому все это изменилось, сделалось так, как мы хотим. Но иногда мы не знаем то, что Бог желает. Его планы, Его мысли, Его намерения, они порой непонятны нам. Только Бог знает, что нас ждет впереди. И поэтому мы доверимся нашему Богу. Скажем Ему все наши нужды, все наши переживания, все, что у нас на сердце. А Он, как говорит Даниил, у Него мудрость и сила. Поэтому мы верим в чудеса Божьи. Мы верим в силу Его, но мы не знаем всех планов Его. И поэтому одно хочется сказать, да будет воля Его. Давайте мы сейчас все эти нужды принесем на руках молитвы. Встанем и будем молиться. Отец Небесный, мы предстоим пред Тобою. Господи, Ты все знаешь, что происходит в жизни нашей. В жизни каждого человека. В жизни каждого христианина. И хотя мы много встречаем разных, Господи, трудностей, переживаний. Но Ты один знаешь. Ты один знаешь все, что происходит у нас. И поэтому мы верим, что у Тебя мудрость, у Тебя сила. Ты, Господи, Тот, Который можешь исцелять, врачевать. И поэтому мы приходим к Тебе с нашими молитвами и нуждами нашими. Господи, все эти записки, которые в руке моей, Ты знаешь, Господь. И те, кто не сказал, но их так много, Господи, в жизни нашей. И я прошу услышь каждого молитву, Господи. Я верю, что Ты, Господи, с интересом наблюдаешь за каждым из нас. Хвала Тебя, Господь. Да придут эти нужды пред престол Твой, Господи. Услышь наши молитвы и нужды, Господи. И приди на помощь. А также наша нужда, Господи. Ты управляешь всем. Ты управляешь вселенной. Ты управляешь облаками и небесами, Господи. И мы просим, пошли, дочь, Господи, на эту иссохшую землю. Господи, Ты знаешь все, что происходит. Наша молитва к Тебе об этом. Если есть воля, то пошли, дочь, Господи. Чтобы сегодня растить эту иссохшую землю. Господи, мы просим Тебя. Все эти нужды, которые мы сегодня говорили вслух. Да будут они пред лицем Твоим. А мы Тебя славим и благодарим. Ибо Ты един достоин славы. Хвала, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Мы, оставаясь на наших ногах, будем петь «Радию я и торжествую». Во время пения мы сделаем сбор на нужды церкви. После общего пения Марина исполнит соло и затем хор номер 199. «Радию я и торжествую, спасенный я кровью Христа». Иисуса им я прославляю, Как вирь мне его я дитя. Иисус Христос меня купил. Он дал мне вечно життя. Иисус Христос меня купил. Он дал мне вечно життя. Иисус Христос Він дав мені вічне життя Грехи прості, провів омив І нині його я дитя Ісус Христос мене купив Він дав мені вічне життя Грехи прості, провів омив І нині його я дитя Віннець там мій, готовий я знаю У вічних оселях оця Я з вірою Христа чекаю Щоб з ним пробувати без кінця Ісус Христос мене купив Він дав мені вічне життя Грехи прості, провів омив І нині його я дитя Ісус Христос мене купив Він дав мені вічне життя Грехи прості, провів омив І нині його я дитя І нині його я дитя Пожалуйста, присажуйтесь Дякую за перегляд! Словно трави шелестят слова Как слова и травы в жизни схожи Говорят, целебная трава Есть слова целительные тоже Я смотрю на лук в цветы одеты Как прекрасен сочных трав покров Научи нас Бог дарить букеты Состоящие из будрых добрых слов Есть слова, исполненные яда Есть простые, словно васильки А порой супою нету сладу Если всходят в речи сорняки Я смотрю на лук в цветы одеты Как прекрасен сочных трав покров Научи нас Бог дарить букеты Состоящие из мудрых добрых слов Есть слова пьянящие, как розы Есть сухие, как степной ковыль Есть слова, рождающие слезы Горькие слова, слова полы Я смотрю на лук в цветы одеты Как прекрасен сочных трав покров Научи нас Бог дарить букеты Состоящие из мудрых добрых слов Слово можно душу покалечить Слово можно раны излечить Тяжкий груз Тяжкий груз недобрых слов на плечи Берегитесь ближнему взвалить Я смотрю на лук в цветы одеты Как прекрасен сочных трав покров Научи нас Бог дарить букеты Состоящие из мудрых добрых слов Состоящие из мудрых добрых слов Слава Господу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ДИНАМИ Мир вам! Заслушался хор Вообще прекрасное пение И я, когда прихожу в вашу церковь, всегда с таким удовольствием слушаю Когда, конечно, поют хористы, они поют во славу Богу Но они поют и нам надзиданием Это что-то строится в нас Но я сейчас сидел и подумал Если перестанет вот хор обучать нас песням Знать, вот черпать вот этот кладезь мудрости, собранный веками и хор, и наши группы, мы потихоньку-потихоньку что-то потеряем. Очень много потеряем. Потому слава Богу, что поет хор. И запенил. Это было действительно прекрасно. Я даже подумал, не зря же первый сборник, или не один из сборников песен, которые пели в храме, который написал Давид, Асаф, другие праведники, Духом Святым он помещен в канон Библии. Целый сборник. Насколько Бог все-таки относится к пению, к содержанию, насколько возвышенным. Поэтому спасибо Хористо, что вы нас обучаете и поете. Это прекрасно. Я хочу прочитать один из текстов. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мною второе послание фессалонтийцам. Второе послание фессалонтийцам я буду читать второй главу. Но перед этим возьму пару минут, прокомментирую. Это послание было написано на проблему, которая возникла в церкви. В церкви фессалоники. Туда попало или послание, или кто-то принес такую весть, что вот пришествие Господне уже приближается. Это первая была проблема. Но проблема была вторая, что некоторые верующие в церкви фессалоники неправильно на это отреагировали. Они побросали работы, ничего не делались, а суетились, так написано. И находились, в принципе, на издевении церкви. Возможно, многие параллелозным убеждениям, что не нужно работать. Зачем это все нужно? А некоторые, возможно, это было выгодно. Не работать, а просто быть на издевении церкви. И вот апостол Павел пишет на эту нужду, в ответ на эту нужду, послание, целое письмо. Интересный момент, что апостол Павел, когда пишет в третьей главе, он говорит, что мы увещевали таких людей, чтобы они все-таки перестали не так реагировали на весь о пришествии Христа. Нужно продолжать работать и трудиться. Второе, он говорит, когда вы прочитаете послание и скажете таким людям, и они не послушают. Он говорит очень строгие слова. От таких удаляйтесь, не сообщайтесь. Конечно, не считайте за врага, но уразумляйте как брата. Но если не будете считаться с этим посланием, того имейте на замечание. И как раз с них проблема была неправильная реакция на весь о пришествии Иисуса Христа. Я хочу сказать, что время от времени такое движение или такой настрой, такая реакция была в церквях или отдельных людях. Скоро пришествие, скоро Господь придет. Зачем строиться, зачем работать, зачем делать, зачем учиться? Я не думаю, что это так правильно. Библия учит, что мы работали тихо, работали правильно, работали хорошо, чтобы даже и другим помочь. Откровенно говоря, я хотел, чтобы, если Христос придет сегодня, я бы очень хотел, чтобы Он застал меня работающим, активно делающим, активно служащим. И я думаю, что это правильно. И вот ответ на эту нужду, апостол Павел пишет, мы разберем несколько текстов из этого послания. Второе послание, Фессалонгийцам, вторая глава. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собранием к Ниму. Не спешить колебаться умом, не смущаться ни от духа, то есть не быть перепуганными, ни от слова, ни от посланий, как бы нами посланного. Многие богословия утверждают, что кто-то послал послание от имени апостола Павла или одного из апостолов. Будто уже наступает День Христов. И дальше он говорит о признаках или что случится перед тем, как придет Христос. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе. И дальше идет перечень. Первое. Прежде не придет отступление. В другом переводе – великое восстание против Бога. И не откроется человек греха. В другом переводе – воплощение зла. Сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом и святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что, я обращаю внимание на это слово, что не допускает открыться ему свое время? Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, не удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. До этого места. Я знаю, что вы тоже верите, что мы живем не просто последнее время, но последние дни, последнее время. И реакцию церкви на многие события, которые происходят, совершенно разные. Конечно, события усугубляются, и, конечно, многих они пугают. Но Библия учит, как мы должны на это реагировать. И я хочу обратить внимание на некоторые вещи, которые здесь написал апостол Павел. Во-первых, он придет, говорит, отступление или восстание против Бога. И особенно один текст, который я хочу сегодня прочитать, и остановиться. И дальше откроется, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды или из среды удерживающей теперь. И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время. Многие события, которые происходят сейчас, мы должны понимать, что они во многом являются отражением действий духовных сил или таинственной силы беззакония. Чтобы понять, о чем здесь говорит апостол Павел, я приведу, надеясь, аналогию, которая есть в послании, то есть в книге Откровения. Помните, после битвы Армагедон, когда Иисус вмешается в эту битву, и будут покорены, поражены народы, которые восстали против Израиля, и дальше на земле установится тысячелетнее царство. Оно будет уникальным периодом на планете Земля. Чем оно будет уникально? Во-первых, будет власть Господа и Его народа, и дьявол будет связан на тысячу лет. Это настолько повлияет на мир, мироустройство на планете Земля и на людей, даже животные изменятся. Почему? Во-первых, будет власть Христа. И второе, что дьявол будет связан на тысячу лет. И на земле будет мир и покой целых тысячу лет. Я верю, что это реальных тысячу лет. Но что случится в конце? Я хочу обратить внимание. В конце Библия говорит, что он будет развязан или будет выпущен на свободу. Я верю, это будет по воле Божьей. И как это раздается на земле? Люди вдруг начнут меняться. Они будут подниматься. Внутри начнет у них проявляться бунтарство. И они будут подниматься вместе с бунтовавшей народы, даже в конце тысячелетнего царства, и подниматься на Брянь. Почему? Таинственная сила беззакония, которая была связана, она будет развязана. И это полностью отразится на людей, их поведении, их характер. Я приведу, что-то похожее происходит и сейчас. Апостол Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии, но она не откроется полностью во всей силе и могуществе своем. Я не сказал все могущества, пока не будут взят из среды удерживающей. Конечно, мы не знаем, что такое удерживающий или кто такой удерживающий. Об этом знали фессалоники, об этом знал апостол Павел. Он просто напомнил. Вы знаете, я говорил вам это. Конечно, большинство богословов склоняются, и я так понимаю, склоняется к тому, что эта церковь, которая сдерживает таинственную силу беззакония и греха, явно, безудержно проявится в реальном мире. И, конечно, самая главная атака сегодня дьявола, это направление на церковь, на святых, которые, помазанные Духом Божьим, могут молитве и моления противостоять действию духовной силы, таинственной силы беззакония, которая еще больше и больше нарастает, чтобы мощно проявиться в реальном мире. Как она проявляется? Конечно, я верю, что еще здесь что ему мешает открыться? Многие богословы, и я тоже с этим согласен, возможно, это и государственность, которая сдерживает проявление таинственной силы беззакония. Я сказал, может быть, потому что мы не знаем, что это. Об этом знал Фессалоники и знал апостол Павел. Он не написал, что это или кто это. Но, возможно, это и государственное устройство. Я верю, что государственность это Божье установление. Мы, славяне, большую часть воспринимаем государственность как врага, как противника. Но государственность это Божье установление. И человек, обладающий государственной властью, он Божий слуга. Ему нужно оказывать честь, платить подоги. Он не напрасно носит меч. Он выполняет Божьи работы, сдерживая беззакония в людях, разложения в людях. Конечно, пока государство выполняет свои функции. Для примера, если вы читали, вот, допустим, что произошло в Новом Орлеане несколько лет назад, когда государственная власть или полиция была ослаблена или она не действовала, в течение нескольких буквальных дней там наступил хаос и пришлось обводить войска, чтобы навести порядок. Понимаете, насколько серьезно изменился мир, даже Америка, если бы еще не имела силу государственность и полиция, которые сдерживают многие проявления греха. Вам нравится, правда же, ездить на фривеях? Спокойно едешь, нормально едешь. Некоторые полицейские учат тикетами, некоторые еще как-то влияют, но все-таки это работает. Вы знаете, я когда попал на Украину, особенно в Москву, там вообще ездят без всяких правил. Я буквально с трудом сидел рядом с водителем. Это, ну, вообще без правил. И я, знаете, очень поблагодарил американские дороги и полицейских, что они все-таки наводят порядок, и мы можем спокойнее ездить. Потому мы говорим, сегодня есть удерживающие, но постепенно таинственная сила беззакония, она больше и больше проявляется в реальном мире. Потому что ослабевает удерживающие в частности государственность. Как она проявляется в реальном мире? Во-первых, что говорит Иисус Христос, объясняя о признаках последнего времени? Восстанет народ на народ и царство на царство. Во-первых, будут меняться люди. И внутреннее бунтарство, оно будет проявляться в конфликтах между народами и между государствами. Мы много знали конфликты между государствами. Но заметьте, как часто подчеркивается, между народами. Народ на народ. То есть, нация на нацию. Конфликты будут не только между государствами, но внутри государства. И это будет нарастать. Потому горячих точек, как когда-то была Сирия, Ирак, Иран, сейчас Украина, они будут нарастать. Но что говорит Библия, как на это реагировать? Не бойтесь и не ужасайтесь, ибо это еще не конец. И всему надвижит быть. Но я хочу обратить внимание на одну деталь. Обратите, пожалуйста, это не моя тема, я просто перечисляю. Услышите о войнах и военных слухах. Заметьте, что влияние конфликтов, которые сейчас в горячих точек, они сильны не столько самими конфликтами, сколько информации о них. Давайте, для примера, Украина. Там в конфликте задействованы тысячи, а в информационной войне сегодня поражены миллионы. Я повторю эту фразу еще раз. Слухи. Военные слухи. Много информации. И сегодня мы должны иметь достаточно мудрости, чтобы не быть пораженными, или не быть, такое слово, заведенными внутренней агрессивностью народ на народ. Кого-то презирать, кого-то ненавидеть, кому-то желать зла. Если в нашем сердце возникло такое чувство, мы уже поражены информацией, пропагандой. Поэтому нужно правильно на это реагировать. Мне рассказали, один брат приехал в церковь. Была хорошая церковь. И они вместе собирались, молились, общались между собой. А это была молитвенная церковь. И на одном молитвенном собрании один брат спросил, давайте помолимся за правителей. Как написано? Ну и возник вопрос, за каких? Долго дискутировали, за каких? Церковь разделилась. Потому предупрежу очень конкретно. Пожалуйста, не проглатывайте всю информацию. Не позволяйте отравлять умы и сердца. Не позволяйте внутри быть агрессивным. Сегодня горячие точки, повторюсь, сильны и страшны не только войной, но массовой информацией, которая будет нарастать. И если она заряжает мой ум и сердце, поражает и вызывает агрессию, я являюсь пленником информационной войны, чаще всего очень бесчестных политиков. Библия также говорит, как проявляться будет таинственная сила беззакония. Она будет проявляться во многих вещах. Восстанут многие лжихристы, лжепророки. Они будут обольстять или пытаться обольстить многих. Они даже будут давать огонь с неба, то есть какие-то знамения. Всегда были лжихристы, лжепророки. Но Библия говорит, что их будет много. Их цель будет обольстить избранных. Их главная отличительная часть, когда таинственная сила беззакония будет нарастать многих лжепророков, что они будут обладать сверхъестественной силой и давать сверхъестественные знаки, чтобы привлечь даже избранных за собою. Потому Иисус предупреждал, не спешите колебаться умом, не спешите бегать, не спешите хватать что-то новое, не спешите проглатывать все это. Это будет очень опасно. Если Иисус говорил, берегитесь, тогда это опасно. Библия также говорит, что же случится с церковью или с самими христианами. Он говорит, обратите внимание, по мере умножения беззакония во многих, когда говорится во многих, это о многих, охладеет любовь. И еще, наблюдайте за собою, чтобы сердца не стали тяжелыми от ожирения, через объедение, пьянство и заботы житейскими, чтобы день тот не застал, ибо он придет как сеть будет поймана, живущая на земле. И это то, на что мы должны обращать внимание. Сколько сегодня христиан, я думаю, что вас таких нету, но я сколько встречаюсь сейчас. Они буквально день и ночь проводят на интернете, вмешиваясь в политику, возмущаясь, ненавидя кого-то, перестали внутри даже иметь покой и мир. Это люди, пораженные всем этим. Это очень опасно. Это не то, что мы должны делать. Конечно, Библия говорит так же, что будет много проблем в экологии. Помните, солнце, луне, а на земле уныние народов. Одна из самых отличительных черт, который повлияет на внутренний мир человека, это страх и депрессия. Уныние и страх. Уныние и страх. Как же реагируют на все события, которые происходят? Давайте я скажу одной фразой. Чем труднее ситуация, тем ближе Христос. Это наша позиция. Это наша уверенность. Мы должны слышать не столько шаги Антихриста, но шаги Христа во всех этих событиях. Чем труднее, тем ближе. Потому головы христиан должны подниматься в надежде, Иисус грядет, избавление приходит, наша встреча с Ним приближается. Вот так христиане должны реагировать на то, что происходит вокруг, молясь, конечно, переживая. Конечно, все участвует, но внутри мы не должны быть наполнены ни страхом, ни трепетом, ни внутренней прессией. Такая должна быть реакция на все это. И что говорит апостол Павел дальше? Что еще особенно происходит? Как бы ни были эти все трудности, переживания, просто перечислил, я хочу обратить внимание на одну из них. Знаешь же, что последние дни настанут времена тяжкие. Почему тяжкие? Кто помнит? Войны? Да. землетрясения, да, но не это. Гонения, да, но не это. Голод, да, но не это. Ужасные явления, да, но не это. Ибо люди будут. Самое активное проявление таинственной силы беззакония – это изменение характера человека. помните, мы сейчас наблюдаем вокруг нас, что происходит в государственности. Я хочу, чтобы мы запомнили одну важную деталь. Когда в государстве издаются законы, которые допускают беззаконие, я сказал слово допускают беззаконие, это признак разложения. Но когда в государстве издаются законы, повелевающие беззаконие, это всегда начало конфликта. Потому конфликты или гонения – это не только где-то в мусульманских странах. Не только где-то происходит. Давление нарастает и здесь. И мы должны правильно на это реагировать. Об этом учит Библия. Но что я хочу обратить внимание сегодня – это на состояние внутренний мир человека. Наблюдайте за собой, учил Иисус Христос. Я хочу, что случается с нами, когда мы не бодрствуем, не молимся, во-первых, мы охладеваем. Наша любовь и ревность по Богу начинает охладевать. И привязанность к земным вещам увеличивается. Люди начинают привязываться к вещам, которые отдаляют их от Бога и порабощают. Есть один текст из Библии, я хочу его прочитать, послание Евреям, 12 глава. Он очень сильный текст, и мы чуть остановимся на нем. Евреям, 12 глава. Апостол пишет такие слова. «Итак, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий грех, с терпением будем приходить к прилежащей поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса». Давайте чуть переведу этот текст современным языком. «Поэтому, имея вокруг себя такое огромное количество людей, устоявших в вере, сбросим с себя всякое бремя или все то, что порабощает и управляет нами». В другом переводе «все, от чего мы стали зависимы и легко делаемый грех или грех, который мы приняли и стал для нас привычным. И так апостол призывает нас и говорит «Обратите внимание на огромное количество свидетелей, потому сбросите всякий контроль в зависимости и обратите внимание на некоторые вещи, которые стали возможно для нас привычными, но они греховными, легкоделываемые грех». Мы, кстати, сделали в Калифорнии на нескольких общениях опрос. В частности, был такой вопрос «Кто из вас борется или попал в зависимость от любого вида контроля? Или кто борется с зависимостью? Это может быть интернет, это может быть игры, это может быть алкоголь, это много других вещей, которые греховны и не греховны, но они греховны, потому что они обладают человеком». Или простой был вопрос «Есть ли вещи, которые вам не обладают, а вы сбросить не можете?» Догадайтесь, какой процент отметили я, раб зависимости? Самый низкий процент – 70. Это нас тревожило. апостол Павел учит, «Все мне позволительно, не говоря о греховных вещах, но ничто не должно обладать мною. Даже, возможно, безобидные вещи, но которые мною владеют, они мною управляют, потому сама зависимость от них является греховной и разрушительной». Что делают люди, которые попали в зависимость от некоторых привязанностей? Давайте возьмем интернет, возьмем какие-то игровые автоматы или еще что-то в этом роде. Некоторые говорят, «Я расслабляюсь, но можно кое-что скажу». Некоторые смотрят бесконечный телевизор. Я понял, что возле интернета или телевизора мы не расслабимся и успокоимся, мы только опустошимся, чтобы уйти еще более опустошенными. Кто-то говорит, «Я свободен». Я говорю, «А сто на три недели?» И ты поймешь, сколько ты зависим. Ну, а 70% это было очень много. Что делают люди, которые попали уже в эту зависимость и освободиться не могут или не хотят? Сейчас я хочу обратить внимание на очень важную деталь. У них есть два выбора. Или признать проблему и прийти к Богу за свободой. или попросить помощи извне. Или, послушайте внимательно, оправдуя себя в этом, оставаться в этом, в конечном итоге люди обманывают себя, называя свободными будущими рабами. И сегодня вот это слово «берегитесь, наблюдайте за собою», чтобы не быть обманутым как другими, так и собою. потому одно из самых часто повторяющихся слов, когда говорится пророческое слово в Новом Завете о последнем времени, это слово обольщение, обман, самообман. И это очень важная деталь. Сколько людей говорят, покажи, где написано, а я свободен. Тогда, чтобы не получать освобождение, или когда люди не могут освободиться, они пытаются это оправдать и узаконить, как правильное. Давайте запомним одну важную истину. Все, что мы в себе оправдываем, мы утверждаем. Постепенно утверждая что-то в себе, мы находимся под властью Его. Кто кому отдает себя в рабы для послушания, тот твой раб. Сегодня уже сколько мужчин и женщин после таких тем они приходят и говорят, помолитесь о меня. Я даже не знал, насколько я уже привязан и не могу высвободиться, не могу освободиться. Потому апостол пишет послание евреям, имей перед собой такое облако свидетелей, сбросьте себя всякую зависимость и легкоделамый грех или грех, которым мы утвердили себя как привычку. Он стал привычным, он стал естественным, но он греховный. Или Библия это запрещает, или, повторю еще раз, насколько человек привязан к этому, что это разрушает его, потому это разрушительно. Самообольщение или самообман, он чаще все начинается с очень простых вещей, когда человек ищет оправдание вместо того, чтобы искать покаяние. Давайте повторю фразу еще раз. Человек ищет любого оправдания, чтобы возникается. Любого и оправдание находится, если человек ищет их усердно. Он начинает оправдывать себя, что он имеет право на это состояние из-за недостатков других людей. Давайте приведу один только пример. Это пример, только пример. Мое мнение, это только мое мнение, один из самых распространенных сегодня состояний греха. Грех это не только то, что мы делаем, но это внутреннее состояние сердца и ума. Один из самых распространенных сегодня состояний, это мое мнение, это грех непочтения. Заметьте, как быстро теряется почтение к святым вещам, к людям, которые Бог поставил над нами в позиции авторитета, допустим, в государственности, в церкви, в семье, в школе. Насколько теряется вот это внутреннее почтение, которое Библия призывает нас почитать. Люди могут оправдать, но он недостоин почтения. Возможно, но Бог повелел. Сколько сегодня, допустим, молодых людей, дерзко говорящих с родителями, сколько ни за что не считается словами отца или жены мужей, или сколько, допустим, сегодня могут члены церкви говорить без почтения за глаза о служителях или власти имущих в государстве. Понимаете, что постепенно это внутреннее состояние становится навыком, привычкой, образом мышления, состоянием сердца. Постепенно человек начинает утверждаться в этом состоянии, и когда он слышит такие проповеди, он начинает искать или покаяние, или оправдание. как-то на одном собрании, я видел одна девочка лет 12, наверное, прямо после собрания, подошла и начала очень, ну, грубо, так, дерзко говорить с матерью. Мать подошла, так, опущены плечи, высушила его, еще больше опустились плечи и ушла. Я так подошел к этой девочке и сказал, знаешь, почему ты так дерзко говоришь с мамой? Да, на то, да, на то, на то, на то, ну, оправдание всегда найдешься, если не хочешь каяться. Потом я сказал, знаешь, если бы я был твоим отцом и мы жили в Старом Завете, я должен был взять тебя сейчас за руку, отвезти городским воротам и первый бросить камень на поражение. Конечно, их глаза впервые остановились, она с ужасом посмотрела, и это написал Бог? Конечно же. И Божье отношение к дерзости не изменилось. Потому, если мы находимся в непощении к людям, я же говорю даже к Богу с этим вещам, который Бог поставил над нами, мы находимся во грехе. Независимо, что делают эти люди, мы не все должны одобрять, не все должны оправдывать, мы не все должны принимать, но никогда мы не должны потерять внутреннее пощение. Сколько сегодня жен дерзят мужьям и не считают их ни за что, но особенно молодежи. Мои сердца иногда разрываются, ведь в конечном итоге они постепенно костенеют в этом грехе, оправдывая себя любым оправданием, оставаясь с нем, постепенно этот грех преображает их ум и их сердце. они привязываются к такому образу жизни. Если человек оправдывает себя в том, что нужно каяться, обязательно, рано или поздно он выберет грех как образ жизни, как внутреннее состояние ума и сердца. И вот это состояние, состояние, выбранный грех как образ жизни, апостол в послании евреям называет произвольным грехом. Произвольный грех это не только дело и не столько слово, это выбранный грех как образ жизни, выбранный грех как состояние сердца и ума, в который человек не собирается, не кается, не останавливается, не изменится. Вот за такой грех, за такое состояние нету более жертвы, потому что человек в ней не нуждается. Есть только ожидание суда и ярость огня, от его пожрать противников. Я думаю, что сегодня, я думаю, братья, наверное, знают об этом. Мне приходится очень много встречаться с людьми, консультируя, и мне как-то спросили служителей, чем отличается сегодня, вот люди, которые приходят с проблемами, чем они отличаются лет 10-15 назад? Знаете, наверное, отношением ко греховым. Многие приходят и рассказывают как будто, не знаю, как обычные. А что здесь такого? Все так делают. Понимаете, я как-то смотрел на все это, ну, старшие люди понимают, о чем я говорю. Раньше, если человек уходил от Бога и делал грех, он почти всегда уходил из церкви. Не устоит нечестивые собрания праведных. Ну, не бывает так, не должно так быть, по крайней мере. Но знаете, что меня тревожит очень сильно? Что сколько иногда людей живут во грехе и комфортно чувствуют себя в церкви. Очень комфортно. Они как-то внутри совместили несовместимое. Совместили храм Божий с идолами, святость с беззаконием. Они совместили вместе и остались в этом состоянии костяне во грехе. Это уже не просто согрешение. Это обольщение. Согрешившего можно пригласить к покаянию. Мытари и блудники первые идут ко Христу. Но как тяжело обольщенного. Он сидит, философствует, еще тебя учит снисходительно. Тебе не открыто, как ему продвинутому. И костяне во грехе таким образом, это общая тенденция окружающего мира. Она не должна быть тенденцией христианства. Общая тенденция окружающего мира такая. Все, что мы не можем победить, мы это оправдаем, мы узаконим, чтобы не меняться. Если мы в себе оправдываем то, что оправдывать нельзя, мы обманываем себя, утверждая то, что имеет власть над нами, 70%, это очень много. Что случается дальше, когда человек узаконивает и утверждает себя в то, что Библия осуждает? Он попадает в состояние обольщения, не просто согрешения, а обольщается грехом. Во-первых, апостол послания евреям говорит, что такое сердце человека ожесточается. Он становится глухим в голосе Духа Божьего и Божьего Слова. Он становится нечутким, не мягким к влиянию Духа Божьего, ведущего к покаянию. Он начинает сердцем ожесточаться и окаменяться сердцем своим. И больше и больше утверждая себя во грехе оправдывать то, что оправдывать нельзя, он попадает и идет по пути духовной смерти. Библия говорит ясно, путь от греха к святости, это путь от безнепадения ко Христу с Богом. Этот путь описан в Библии, путь вверх, путь к Богу, путь праведности, путь ко спасению. И об этом мы постоянно проповедуем, этот путь Иисус Христос. Но вы знаете, в Библии также описан и путь назад, вниз, от святости к согрешению, от жизни к смерти, от праведности к беззаконию. И Библия очень предупреждает, что в последнее время именно таким путем, помните, массовое отступление, обольщение или согрешение. Таинственная сила беззакония, которая действует в мире, она влияет на христиан, хотя мы не должны находиться под ее влиянием. И одна из них вещей – это слово обольщение. Что происходит, когда человек дольше и дольше погружается в это состояние, не собираясь ни опыкаться, ни осознавать, ни выходить? Это приводит его к духовной смерти. Так и написано в послании Иоанна, написаны такие слова «грех, приведший к смерти, духовной смерти, не о том, говорю, чтобы за него молиться». Буквально перед уездом, в течение этих полтора месяца, кажется, три человека, три семьи уже пришли, пришли женщины и говорят, что нам делать с нашими мужьями? Они ходили в церковь. Один пришли, пришла семья с нашим сыном, хорошая семья, что нам делать? Он не просто согрешил, он не просто грешит, он официально провозглашает, что он атеист. Один из них был бывший евангелист, и он сейчас использует свои знания Евангелия, чтобы через интернет и другие вещи порочить церковь, разбивать веру и провозглашать атеизм. Разговарившись с ним, он знает хорошо Писание, он знает, что правильно, что неправильно, но ум помрачен, приведший к духовному заболеванию, духовной смерти. Он вполне серьезно говорит, я официально говорю, я атеист, я воинственный атеист. Кстати, уже в одном из штатов, я не буду отзывать, где, уже целая группа таких людей, больше, чем из церквей, которые открыли свое общение, имеют свое общение и свой сайт. Они распространяют активно свои учения или свои взгляды. Я не хочу сказать, что это что-то пугать или что-то говорить, что-то слишком такое особенное. Но Библия говорит, и мы так читали, что прежде придет отступление. Но мы говорим только о пути, которые есть вниз, пути от святости глубоко к падению. Это слова, скорее всего, предупреждения. Итак, давайте вернемся к самому началу. Что Библия говорит об этих вещах? Во-первых, последние дни должны заставить нас еще больше тянуться и жаждать Бога и Его праведности. Больше и больше быть твердым в своем уповании и звании, не быть перепуганным, не быть наполнен страхами и репрессией, не быть наполненным грехом, тем более не оправдывать себя в тех вещах, которые Библия запрещает. Как бы ни говорили другие люди, не оправдывайте. Если в вашем сердце вы о правде и грех можете сказать, а где написано? Почему я должен так слушаться? Почему я должен так делать? Мы идем на опасном пути самообмана, и это очень-очень опасно. Об этом предупреждает Библия. Я бы хотел, чтобы мы могли молиться и просить у Бога помощи за нас и нашей семьи. Но опять повторю, все, что мы видим вокруг и что происходит вокруг нас, как бы трудно ни было, мы не должны быть перепуганными, мы не должны попадать в депрессию. Это должно заставить нас поднять наши головы и радоваться, что Его пришествие приближается. Помогать себе и другим тянуться к Богу. И как бы ни было внутри тяжело, как бы ни было трудно переступать через все, тянуться к Нему. И еще один момент. Это просто от сердца, как совет. Братья и сестры, я бы очень хотел сохранить свое сердце. Сохраните ваше сердце. Скорым на покаяние, скорым на принятие облегчения Духа Божьего, скорым на перемены, открытым для внутренних перемен, которые Бог делает Духом в наших сердцах. Я верю, что сегодня Бог делает особую работу. Я бываю в многих церквях, и я вижу, как много сегодня христиан, пробужденные от Духа Божьего, всем сердцем и душой тянутся к Богу. Они в молитвах, в молениях предстоят перед Богом. Они жаждут Его возвращения. Я верю, что за такой церкви придет Христос, когда Дух и невеста скажут «Гряди наш Господь!» И за такой жаждущей церкви придет Христос, чтобы взять ее от земли. Иногда Богу нужно разрушить наш земной рай, что мы подумали о небесном. Иногда, возможно, нам нужно привлечь Духом Божьим и обстоятельствами, что мы позвали к Нему и возжаждали близости с Нем. И это нарастает. И я радуюсь, сколько сегодня христиан, которые ждут своего Спасителя, которые ждут Его, не как фессалонкисты перепуганным, не так, как они, бросая все, ничего не делая, суетясь. Они делают, они работают, они спокойны, они радостны в Боге. И, как сегодня хор пел, они прячутся в имя Господа, который крепкая башня, и там успокаиваясь в Нем, они чувствуют себя совершенно безопасны. Если мы думаем, что наш внутренний покой зависит только от внешних обстоятельств, мы скоро его потеряем. Но если наш внутренний покой зависит от близости с Богом, независимо от внешних борь, мы будем находиться в Боге, в Его покое, в Его благодати. И это то, к чему мы стремимся. Слава Богу за это. Помолимся. Спасибо. Помолимся. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Слава Богу мы хвала. Хвала Тебя за это. Слава Богу. Слава Богу. Хвала Тебя Хвала Тебя Хвала Тебя Хвала Тебя Бог. Слава Богу. Слава Богу. Хвала Тебя Хвала Тебя Хвала Тебя Хвала Тебя Бог. Хвала Тебя 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 Представьте, я возьму буквально минуту. На выходе будет одна из книг. Это я написал для родителей. Я знаю, нам жить сейчас, ну, изменяется мир. А каким мир будет, если Христос не придет в дни наших детей, когда они будут взрослыми? Сейчас мы прошли целых два месяца курс для родителей, и один из уроков будет там на выходе. Спасибо. Слава Богу, дорогие друзья. Прекрасное служение, прекрасный день, хорошее слово. Ну, ну, просто все замечательно. Действительно, и хор как прекрасно. Ну, у нас всегда хорошо хор поет. Но я хотел бы уже к слову сказать. Вот мы буквально вот хор как раз поет, и несколько слов Сереже переговорились. Вот сколько прекрасных произведений, прекрасных песен мы бы никогда не услышали, если бы не было этого хорового служения, если бы не было этих хористов, которые... Потому что общим пением этих песен не споешь, соло, группа их не споешь, они только для хора. Но как они звучат, сколько наставлений, утяжения и восторга дарят нам эти прекрасные вот служения хора. Слава нашему Господу и хористам спасибо. И пользуясь случаем, друзья мои, это, кстати, единственное служение, песнопение, которое продлится во всю вечность. Занимайте место в хору. Ну, хоть что-то для Господа. В это время, когда дьявол активизирует свои действия, и мы сегодня слышим об этом, друзья, конечно, я с удовольствием и, ну, как-то с внутренней тревогой вот слушал слово, которое Сережа говорил, соглашаюсь. И вот почему-то мысль такая пришла, что вот человек греха, человек греха, который возьмёт власть в свои руки, власть, можно сказать, над всей землёй. Написано так, что в храме Божьем сядет. Ну, зачем тебе Божий храм? Да построй любой дворец. Тебе построят, соорудят. Самое прекрасное здание в мире, которое можно только... Займи самое лучшее здание. Вот. Пожалуйста, царствуй, садись на любой трон, хоть золотой. Нет, ему не интересно. Ему надо в храм Божий. Потому что храм Божий, мы сегодня пропели в самом начале, это место свято, дом Божий. Это луч света в этом мраке греховном. Это оазис в этой пустыне смерти. Единственное, Бог оставил на этой земле. Это сокровище, церковь. И здесь, здесь, только здесь спасается человек. Здесь звучит истина. Здесь человек обращается и вот от смерти к жизни. Слава нашему Господу, что есть это место. Так вот, человеку греха, главное, вот здесь занят место. Поэтому все свои силы, свои щупальцы, обольщения, всё брошено на церковь. Потому что ему интересно вот это место обезобразить. Я, вот Серёжа говорил, я вспомнил, да, что там вспомнил. Буквально вчера мои друзья иногда рекомендуют кое-что просмотреть, что делать. Находят это в интернете и посмотреть. Я посмотрел, действительно, ну, вы же знаете, сейчас, допустим, это не у нас, это на Украине. Вот. Вот. Ну, это сейчас происходит. Ну, церквя есть очень большие. Они называют себя церквями. У меня как-то язык не поворачивается. Ну, вот община такая большая, очень много сотен или даже, может, несколько тысяч. Ну, там же есть пастор, там есть пасторши. Уже там и женщины пастора. Вот. И всё такое. Она поёт в группе, прославляет Бога, одна из пасторшей. Или как это сказать? Вот. Поёт в группе, значит, упивается Христом именем Господа. Ну, и там же личная жизнь, Фейсбук, кто-то постарался, всё это и вместе. И вы знаете, ну, кошмар! Как можно совмещать, вот, вроде бы, как служение Богу и буквально развратное, развратные эти фотографии, эти... Ну, слов нет. Я не хочу просто из этого места говорить об этих гадостях, которые люди выставляют якобы христиане. И при том, никакого, как чувствуется по тому песнопению в группе прославления, никакого, вот, угрызения совести совмещается, узаканивается. И, как мы сегодня слышали, обольщение. Когда уже грех, уже человек сто процентов уверен, никакой это не грех, это всё нормально, всё... Это ж как нужно заглушить голос Духа Святого, заглушить работу помазания, перечеркнуть священное писание, которое конкретно ясно указывает человеку, что ему можно и что нельзя. Я знаю, что мне можно и что нельзя. И вот это знание оказывается совершенно уже другим. Грех – это не грех. Это можно, и это можно, и другое можно. И, в общем-то, даже уже трудно... А что такое вообще нельзя? Вроде уже всё можно. Сохрани нас, Господь! Друзья, значит, мы сегодня будем молиться за именинников. Пожалуйста, приготовьтесь, вспомните, кому день рождения в этом месяце мы молимся, как обычно это делаем. И, дорогая церковь, мы хотим помолиться за нашу дочь, чтобы Господь её благословил. Спасибо, тоже приготовьтесь, пройдёте. И, значит, друзья, у нас, ну, среди недели тоже общение, служение и вечером. У нас по средам тоже есть желающие помолиться в среду утром, в 10 часов утра тоже можете приходить. Вот есть такая молитва, хоть мало людей, но, тем не менее, есть такая возможность. Потом, вы знаете, что у нас идёт подготовка к водному крещению наших друзей, где-то... Я сейчас не помню точное число, где-то в пределах 40 человек в этом году. И у нас в этот четверг будет тест. Так что, кто не был, вот передайте родителей вашим детям, кто принимает водное крещение, явка обязательно. В этот четверг они будут проходить тест. Вот так что, передайте друг другу, передайте им, чтобы они все были. Ну, вот такое. Давайте кого пригласим в первую очередь? Ну, наверное, все именинники. Да, встали и проходите. У вас было время вспомнить. Давайте, проходите. Именинники, кто родился в этом и прекрасном месяце июля. Хороший, тёплый месяц. Дал Господь вам прийти на эту землю. Сохранил до этого времени. Вот. И у нас такая хорошая традиция – благословлять. «Благословляйте народ мой, говоря им». Так это поверил сам Господь. Говорить эти слова, добрые слова, слова благословения. Тем более, друзья мои, Писание говорит, чтобы мы молились друг о друге, благословляли друг другу. Это дорого для Бога. Тем более, что в этом лукавом времени, вот последнее, мы просто нуждаемся в том, чтобы молиться друг о друге. Ну что? Ага. Подходят ещё мои друзья. Как обычно. Я сейчас нашим именинникам кое-кому дам микрофон. Послушаю, что они пожелают. Чтобы за них сказать. Я думаю, что один из... Ну, я не знаю, насколько... Брат Васильевич. Васильевич. Он всегда мне говорит, когда я у него спрашиваю, как здоровье. Он говорит... Или вы так не говорили, не дождёте. Крепкий мужик. Наш брат. Ему 87... 87... 87 лет. Он ездит за рулём. У него прекрасное состояние, здоровье. И он всегда говорит, ну что ты хочешь? Мне 80, то было 6. Я уже 7 лет. И спрашиваю. Люди привелись в здоровье не такого уж. Прям такое это. Дуча ездит. Хорошо. Брат Васильевич. Но самое главное всё-таки наша духовная жизнь. Наши отношения с Богом. Вот на 87-м году жизни. Что вы пожелаете для себя, для всех именинников и вообще для всех нас в духовном плане? Ну, что можно пожелать? Во-первых, молиться раз и поступать по слову Божьему. А остальное всё будет хорошо. Чудесное пожелание. Так, давайте мы спросим. Ой, какое чудо. Как тебя зовут? Лёля. Оля? Ёля. А Юля? Да. А сколько тебе лет? Четыре. А как твоя фамилия? Чумученька. Как? Чер... Черниченко? Да. А, Юлечка, а что ты хотела бы, чтобы тебе папа с мамой купили? Я хотела бы, чтобы мне что-то купили. Вот такие же подарки. Что, что? Я не понял. Подарки что-то купили мне. Подарки. А что? Что купили мне Барби и что-то. Ну, чё-то Барби типа. А тебе сколько лет? Адам. И как тебя зовут? Адам. А тебя зовут Адам. А сколько лет? Девять. А фамилия твоя? Молекстра. А? Молекстра. Хорошо. Что ты пожелаешь для себя и для всех именинников? Мудрость и жизнь с Иисусом. Молодец. Очень хорошее слово. Так, тут есть моя сваха. Ира, пожелай что-нибудь для себя и для всех именинников от Господа. Пусть Бог благословит всех и ваши семьи. И чтоб все служили Богу. Всей семьёй служили Богу. А у Тани какое пожелание? Ну, чтобы мы утешались Господом и имели мир в своих сердцах. А Виталия? Ну, чтобы мы дорожили свободой, в которой в Иисусе Христе не подавались и гуравству. Аминь. Тут ещё есть моя сестра, Дина. Чтобы мы любили Бога всем сердцем своим, как обещали некогда. И были верными Ему до конца. А тебя как зовут? Эдик. И сколько тебе лет? И фамилия твоя как? Семь. А фамилия твоя? Каратеев. Каратеев. А что ты хочешь? Понятно. Бог знает, что Ему надо. Друзья мои, ну, что сказать? Вы же знаете, в какое мы время живём. Неспокойное время. Не то, что хлеб. Это всё нормально. Господь даёт нам обилие в этой стране. Но и то, что мы слышали, и то не только вот сегодня. Каждый раз Господь через Слово, Духом Святым, через Писание Своё, Он бередит нашу душу, тревожит её. Поэтому вот наши друзья, наши братья и сёстры, вот они перед нами, именинники, мы, пользуясь случаем, желаем им для Бога то, что они пожелали. Но при этом мы благодарим Бога, но при этом мы благодарим Бога за здоровье, благодарим Бога за материальное благо, но также просим у Бога, чтобы так Он провёл нашу жизнь, чтобы когда Он явится за своей церковью, чтобы никто из них, чтобы никто из вас, это я желаю, не оказался вдруг вне восхищения, не оказался вне врат. Чтобы никому не стало стыдно, как апостол говорит в день Его явления, чтобы нам не постыдиться. Для этого, чтобы жить с Ним, мы желаем вам, дорогие именинники, иметь общение с Господом, тесное общение. Ненавидеть грех всеми фибрами своей души, никоим в случае не узаконять и тени греха в нашей жизни. Этого мы вам желаем. Ну и, конечно, желаем и здоровья, и благ, всяких благ от Господа. Вот так. Мы сейчас будем за вас молиться, но давайте мы ещё пригласим... Кто-то хотел помолиться за ребёночка, да. Пройдите, пожалуйста. Кто хотел помолиться за ребёнка? Уже в этой молитве. Сейчас также помолимся. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, давайте будем разбираться, за кого мы будем здесь молиться. За всех троих или вот за этого? Ну, понятно, из-за этих одновремён. Ну, давайте познакомимся. Как зовут? Какая прическа? Давид. Что вы хотите от Господа? Чтоб Бог его благ савил и служил Богу всю жизнь. Чтобы рост благословенный, чтобы Бог его сохранил от всяких несчастья в жизни. Чтобы был верный Богу. А тебя как зовут? Диана. Дианочка, а что ты хочешь помолиться за братика, чтобы что Бог дал? Чтобы... Чтобы он жил долго-долго, да. И здоровенький был. Давайте познакомимся с вашей девочкой. Её звать Эвелин. Мы желаем, чтобы церковь благословила её духовно, физически и нас, родителей, воспитать её. Смотрим, что гласно. Хорошо. Брат Ваня, пройди сюда, пожалуйста. Друзья, давайте мы такой порядок. Значит, в первой части молитвы молимся за детей. Вот. О благословении от Господа для них, и чтобы Господь исполнил желание родительского сердца. Вот. Дал им силы воспитать и мудрости в учении, наставлении Господнем. И во второй части молитвы молимся, благословляем всех именинников. Будем молиться. Встанем. Благословенный вечный Господь, мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты дал нам жизнь на этой земле. Господи, Ты благословил наших друзей, подарил им это сокровище, Боже, этих детей. Мы благодарны Тебе, Господь, дорогой. Они родились живыми, здоровыми, Господь. Вот. Без всякого недостатка. Но родители понимают, что они не в состоянии сохранить. Они не всесильны. Поэтому они передают, как когда-то, Господи, передавали в Твои руки. Когда Ты был на этой земле, Ты брал на руки, Ты целовал, благословлял этих детей. Господи, так и мы просим сейчас. Возьми в Твои руки. Взрасти, Господь, этих детишек. Во славу Твоего имени. Боже, пусть они будут здоровые, крепкие, растут, без всяких несчастных случаев, чтобы ничего такого не было. Господи, излечи моих болезней, да и, Господи, так же сохрани их от этого. Пусть они растут крепкие, здоровые, на радость родителей. Родителям дай мудрости воспитать их в учении Твоем, чтобы, Господи, родители были для них примером, как служить Тебе и как любить Тебя. Будь прославлен в этих семьях, вечный благословенный Бог, отныне и вовеки. Аминь. Пусть Господь благословит. А также, милосердный Господь, мы очень благодарны Тебе за наших друзей, наших братьев и сестер, наших и старших, и младших, седовласых, и со всех еще маленьких. Боже, это наши братья, наши сестры. Ты дал нам быть вместе, Господи, в этой церкви, в этом собрании. Вот они перед нами. Благослови Ты их Твоим отцовским благословением, которое включает в себя не только земные блага. Мы уже их переживаем. У нас есть все необходимое. Пища, одежда, жилье, Господь. Благослови надальше этими благами, чтобы наши друзья ни в чем не нуждались. Прекрасным здоровьем им также благослови. Но более всего, Господь, мы им желаем общения с Тобою. Господи, Иисус, держи в Твоих руках. Проведи, Господь, по лицу этой земли до самого дня Твоего пришествия, без всяких отпадений, поползновений, Господи, отступлений. Проведи, Господь, сохрани от этого всего, чтобы они были, Господи, хранимы Тобою, возрастали маленькие, Божие постарше, возрастали вот в учении Твоем, чтобы познавали Твою волю святую. А кто знает, Господи, чтобы сохранили верность в Тебя до самого дня Твоего пришествия, да будешь Ты возвеличен и прославлен за все наш Бог. И за этот прекрасный день. Прими от нас хвалу и будь прославлен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Наше служение окончено, друзья мои. Приветствуйте друг друга. Благослови вас Господь. Именинники, пожмите друг другу руки. Поздравьте друг друга также. Поздравляю. Поздравляю.